Время новостей на нашем телеканале в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем о главных событиях в стране и мире к этому часу. Жители коммуны Дойна Когольского района остались без Дома культуры после обрушения крыши здания, построенного еще в советское время. К счастью, никто при этом не пострадал. Примар населенного пункта, избранный по спискам политической партии Шор, говорит, что строение уже давно находится в аварийном состоянии. И в прошлом году он сообщал об этой проблеме в местной и районной советы Когола в надежде, что будут выделены средства на ремонт здания. Однако советники от партии социалистов и демократов, как и председатель района, отнеслись с безразличием к этому вопросу, говорит чиновник. Рухнувшую крышу Дома культуры коммуны Дойна видно из самого центра населенного пункта. Примар, избранный от партии Шора, рассказывает, что эту неприглядную картину можно наблюдать уже неделю. И что советники от партии социалистов и демократов не захотели голосовать за выделение финансовых средств на ремонт здания, в котором проводятся многочисленные массовые мероприятия. Я обратился с данной проблемой к местному совету, но, к сожалению, меня никто не поддержал, кроме членов совета от партии Шор. Безразличие со стороны советников от социалистов и от демократов, а ведь они составляют большинство в нашем совете, они никак это не аргументировали, просто сказали, что не проголосуют за проект решения, предложенный примаром. Сержио Карамалак рассказывает, что о необходимости ремонта знал и председатель Когульского района, социалист Марчел Ченуша. И, тем не менее, проблема так и осталась с нерешенной. У нас есть запрос, составленный еще в декабре 2019-го, но на него до сих пор никто не ответил. Позже мы обратились еще раз 19 февраля 2020-го и также никакого ответа. Затем мы написали 27 июля этого года. Примар считает, что его не поддерживают советники от социалистов и демократов, лишь потому, что он является частью партии, которой руководит Илон Шор. И потому чиновник призывает местных чиновников отложить в сторону политику и задуматься о проблемах граждан. Хватит заниматься выборами, нам нужно вместе работать для нашего населенного пункта. С более подробной информацией по данному вопросу, а также реакцией тех, кто к этому причастен, мы вернемся в следующих выпусках новостей. В России не пропустили и уничтожили более 16 тонн сливы из Молдовы. Об этом сообщили в Россельхознадзоре, отметив, что карантинный для Российской Федерации объект, восточную плодоножку, обнаружили сотрудники управления по Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту при проведении таможенного контроля. Наличие плодоножки в свежесливе подтвердила и лабораторная экспертиза. Согласно российскому законодательству, партию уничтожили. Добавим, это не первый случай, когда в России уничтожают молдавскую продукцию. Ранее, после введения эмбарго на ввоз вин из нашей страны, Россия уничтожила сотни бутылок вина. Шокирующий случай в столице. Наша съемочная группа спасла человека. Его зовут Александр. Он бездомный и очень истощен. Он рассказал нам, что почти месяц у него во рту не было ни крошки хлеба. О его существовании корреспонденты Центрального телевидения узнали из социальных сетей, где появилась его фотография. Александр живет в неописуемом беспорядке. От его места обитания на несколько метров разносится резкий запах. Только после нашего вмешательства мужчину госпитализировали, хотя первоначально врачи скорой помощи отказывались доставить его в больницу. У Александра Рябушева нет семьи, дома и даже куска хлеба. Он живет сегодняшним днем и на протяжении многих лет там, где придется. Сейчас, например, вот это заброшенное место без дверей и окон на одной из улиц столичного сектора Ботаника. Здесь Александр борется за жизнь. Несмотря на невыносимую жару, наша съемочная группа обнаружила его укрытым с ног до головы толстым одеялом. Невольно возникло ощущение, что человек просто ждет смерти. Рядом с грязным диваном только бутылка воды и окурки. Вокруг полно мух. Александр рассказал нашей съемочной группе, что больше не может терпеть боль и не может даже подойти к мусорному баку, чтобы найти что-нибудь съестное. Только кожа и кости. Так выглядит Александр. Все, что у него есть, это лохмоти, в которые он одет и крест на шее. По словам мужчины, о нем никто не заботится. Даже родной сын забыл о его существовании. Ноги Александра искусали комары местами до крови. Он почти не может говорить, но едва слышно сказал, что больше месяца ничего не ел. И этого нельзя не заметить по его сморчившейся коже. Мы поинтересовались, хочет ли он съесть что-нибудь, но он ответил, что у него болит горло. И даже если он и хочет есть, не может жевать. От стыда мужчина опустил голову и сказал, что хочет выздороветь и работать. Если бы вам предложили, может быть, отправиться в дом престарелых или куда-нибудь в больницу на сохранение, вы бы согласились? С удовольствием. Да может, что-то, работа какая-то там, что-то, с удовольствием, честное слово. Ну, вообще. Мужчина говорит, что он больше никому не нужен, поэтому одинок и беспомощен. Его слезы и желание выжить не оставили нас равнодушными. Наша съемочная группа вызвала на место скорую помощь. Здесь мужчина в очень тяжелом состоянии. Он не ел несколько дней и сказал, что обжег желудок. Он бездомный? Да, бездомный. Экипаж скорой прибыл на место вызова почти через полчаса. Наш корреспондент представился прохожим, который обратился за помощью. Сначала медсестра сказала, что проконсультирует Александра на месте, сделает ему укол, а об остальном будут заботиться социальная служба и полиция. По ее словам, врачи скорой помощи не могут сделать больше ничего для бездомного. Мы проконсультируем его, и он останется здесь. Ни одна больница не заберет его, особенно сейчас. После того, как медики поняли, что их снимают, сообщили, что отвезут мужчину в муниципальную больницу Святой Троицы, где ему сделают рентген. После нескольких часов ожиданий нашей съемочной группе стало известно, что Александра все же госпитализировали. Пациент, о котором вы говорите, поступил в отделение скорой помощи. Есть подозрение, что пациенту необходимо хирургическое вмешательство. После того, как все анализы будут готовы, врачи решат, будет ли Александр госпитализирован или его доставят в центр размещения бездомных, расположенный на улице Халтей в столице. Этим займется социальный работник больницы, который сначала попытается найти родственников, мужчины. Мы продолжим следить за судьбой Александра, который в 21 веке оказался брошенным и родственниками, и властями. Далее новости международной жизни. Мощный взрыв прогремел накануне вечером в гавани Ливанской столицы. Он привел к человеческим потерям и беспрецедентному ущергу. Более ста человек в Беруте погибли. Многие считаются пропавшими. Их до сих пор ищут под завалами. Количество раненых – почти 4 тысячи. В результате чрезвычайного происшествия повреждена половина зданий города. Больницы берут и переполнены. Медики не справляются с наплывом пострадавших. По сообщениям местных властей, причиной трагедии стало ненадлежащее хранение на складе в порту более 2,5 тысяч тонн аммиачной селитры. Накануне вечером ливанские СМИ выдвигали различные версии случившегося. В силовых структурах страны рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Говорили также о взорвавшемся складе пиротехники и даже предполагали теракт. Глава Белого дома Дональд Трамп после совещания с генералами армии США заявил, что произошедшее в Бейруте – это нападение или какая-то бомба. Между тем, очевидцам удалось снять на видео момент взрыва. На кадрах было видно облако в форме гриба и значительные разрушения расположенных рядом зданий. Точные причины взрыва пока не установлены, но президент Ливана Мишель Аун сообщил, что на складе в порту с 2014 года хранилось 2750 тонн нитрата аммония, также известного как аммиачная селитра. Это вещество может использоваться для подрывных работ, а также в качестве азотного удобрения. Президент страны назвал недопустимым, что вещество хранилось в порту в течение шести лет без соблюдения необходимых мер безопасности и призвал наказать виновных. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в сумму от трех до пяти миллиардов долларов. Между тем, зарубежные СМИ пишут, что изначально именно молдавское судно перевозило груз, который был конфискован и несколько лет хранился в порту Бейрута, где и взорвался 4 августа. Директор агентства водного транспорта Молдовы Игорь Захария прокомментировал эту информацию. Это судно когда-то было под молдавским флагом, но его владелец не из республики Молдова. Груз вообще из другого государства. Корабль перевозил различные товары. Погрузка проходила в одном порту, потом груз доставляли в другой порт. Он хранился и взорвался в порту. Судно тут ни при чем. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявили, что по предварительным данным среди пострадавших нет граждан нашей республики. В случае необходимости граждане Молдовы из Ливана могут связаться с дипломатическим представительством по адресу электронной почты. Пресса пишет, что иорданские станции мониторинга зафиксировали взрыв в соседнем Ливане, равный по силе землетрясению, магнитудой 4,5 балла. Сообщается также, что взрыв был слышен на Кипре в 250 километрах от Бейрута. Вернемся в Молдову. Инициатива политической партии Шор продолжает приносить радость детям всей страны. Проект, запущенный по инициативе лидера партии Илона Шора, детская площадка в каждом селе, был реализован и в Максимовке Новоанинского района, а также в населенном пункте Душмань Гладянского района. В партии говорят, что целью этого проекта является возрождение молдавских сел и призыв к молодежи возвращаться в родные места. На открытии детской площадки в селе Душмань Гладянского района инициатор этого проекта, лидер политической партии Шор Илон Шор, отметил, что у детей в сельской местности будет прекрасное детство. У нас одна единственная задача – это восстановить, воссоздать молдавские села такими, какими они должны быть. Сделать так, чтобы всем жилось хорошо, чтобы дети росли у себя дома, в селах. Малыши остались в восторге, ведь у них не было в селе таких площадок. Родители, в свою очередь, благодарны политформированию за заботу о молодом поколении. Я буду приходить и играться. Дети – наше будущее, они заслуживают такой заботы. Спасибо Илону Шору и всем, кто участвовал в этом прекрасном проекте. Присутствующие на мероприятии депутаты заверили жителей, что этот проект – только начало перемен. Все проекты, которые были обещаны партией Шор, обещаны Илоном Мироновичем, будут здесь продолжены. Это и освещение, и дороги, и больницы. Местные власти поблагодарили команду партии Шор за участие. Если честно, у нас не было детской площадки. Дети играли там, где могли, в том числе на берегу озера. Игровую площадку открыли и в селе Максимовка Новоанянского района в присутствии сказочных персонажей, которые создали для детей незабываемую атмосферу. Дети были в восторге. Они выстроились в очереди горкам и качелям. Мне они очень нравятся, и я хочу, чтобы партия Шор продолжала все для нас делать хорошо. Мне очень понравились эти сегодняшние качели, я очень была рада. Родители говорят, что давно мечтали о реализации подобного проекта в своем селе, потому что до сих пор им приходилось возить детей на развлечения в городские зоны отдыха. Мы очень рады, потому что детки будут иметь где выйти, не надо будет ехать в горы с детками, а будут в селе отдыхать, и мы рядом с ними. Спасибо большое, огромное спасибо. Депутаты от партии Шор отметили, что в Максимовке продолжится реализация различных проектов. Такие площадки будут построены в каждом населенном пункте, где граждане доверились нам и проголосовали за нас на местных выборах. Это государство сильное, которое вкладывает в первую очередь в образование, вкладывает в детей, потому что дети – это наше будущее. Примар Максимовке выразила благодарность всей команде партии Шор, с чьей помощью удалось осуществить этот проект. Благодаря Илану Шору, благодаря нашей партии, мы довольны, рады, очень, что такая красивая площадка открыли для нас в селе Максимовка. Партия Шор осуществляет социальные и инфраструктурные проекты в населенных пунктах страны, которые возглавляют мэры от политформирования. А это около ста населенных пунктов, в том числе два города – Тераклия и Аргеев. Прежде всего здесь устанавливают системы уличного освещения, проводят ремонт дорог и многое другое. Продолжаем выпуск. На столичной улице Пушкина спилили молодые деревья. На их месте начинается строительство парковки. Об этом сообщили возмущенные интернет-пользователи. Они написали в сети, что два года назад почва, где росли молодые липы, была покрыта мульчей специальным средством для защиты и улучшения ее свойств. Но мульча исчезла так же, как и сами деревья. Чуть ниже по улице началась укладка плитки для новой парковки. Неужели только из-за этого было срезано столько молодых деревьев, которые росли там уже несколько лет, задались вопросом пользователей интернета. Между тем, на сайте столичной мэрии есть информация от 22 июля о том, что на Пушкина муниципальные службы занимались вырубкой деревьев на тротуаре для выравнивания улиц. Такие работы применяются к деревьям, которые потеряли свой эстетический вид или больны. Кроме того, после завершения реконструкции участка тротуара на улице Пушкина муниципальные службы посадят 21 молодое дерево, говорится на сайте муниципалитета. Таковы новости к этому часу. На данный момент я, Олеся Коряк, с вами прощаюсь. Оставайтесь и далее на нашем канале. Берегите себя, всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok